Самая короткая речь адвоката Анатолия Федоровича Кони. Он родился, адвентисты поймут, в 1844 году и умер в 1927. Этот человек вошел в историю юриспруденции, защиты, адвокатуры и всего остального, как человек с самой эффективной короткой речью. Судили мальчика-гимназиста, ударившего ножом своего одноклассника. Причина его отчаянного поступка была ежедневно возобновляющаяся травля. Мальчик был горбат. Горбун. Каждый день на протяжении нескольких лет его приветствовал одноклассник. Кони произнес самую короткую и, возможно, самую эффективную речь в своей адвокатской карьере. Он начал так. Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели. Здравствуйте, Анатолий Федорович. Все присяжные ответили. Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели. Здравствуйте, Анатолий Федорович. Они все ответили, но уже, как вы понимаете, с недоумением и шоком. Здравствуйте, уважаемые присяжные заседатели. «Да здравствуйте уже наконец, Анатолий Федорович!» Они ответили уже с неприкрытым таким, знаете, раздражением. Кони вновь и вновь повторял ту же фразу. «Пока они все присяжные, судьи, все присутствующие». Кстати, в то время процессы были открыты, и мог прийти кто угодно. Они все, весь зал взорвался в ненависти. И они сказали, вынесите отсюда, выведите этого. Сумасшедшего из зала суда. А это всего лишь 37 раз закончил свою речь адвокат. Мальчик был оправдан. Я думаю, здесь комментарии вообще не нужны. 37 раз. И человек потерял самообладание. Что говорить о нем, о маленьком мальчике? Вообще, вот эта тема повторений, я хочу, чтобы мы сейчас вот вникли в нее, и через нее пришли к нашей любви к Богу. Ну, в самом деле, нам нужно разобраться, как действует повторение в нашей жизни. Вы размышляли над этим? Вы много вообще повторяете, если вам что-то важно, нужно? Говорят, что повторение, ну, это, я думаю, что каждый из нас наблюдал, оно приводит обычно человеку к прямо противоположным реакциям в различные периоды его жизни. Например, одни из них могут быть очень конструктивными. Когда я повторяю что-то, мне для того, чтобы освоить материал книги, обычно я не могу даже за третий, за четвертый раз освоить все. Я переслушиваю, переслушиваю, перечитываю. Мне нужно где-то 5-6 раз для того, чтобы я понял и мог другим людям спокойно, открыто преподавать и чувствовать, что в моей жизни оно работает. 5-6 раз. Также вы можете почувствовать негатив повторения, когда вам постоянно, как назойливая муха, что-то садится на ум, и вам желают протолкнуть какую-то идею. Вы чувствуете, что раздражение наполняет вас, что оно убивает вас. Мне кажется, что сатана для некоторых из нас избрал это оружие как самое эффективное в нашей жизни. То есть, что он делает? Он бьет и бьет и бьет прицельно в одну и ту же точку до тех пор, пока человек не решает, как говорит вот этот Бернард Шоу, очень известный. Говорит, самый лучший метод, как избавиться от искушения, знаете, что он говорит? Это поддаться ему. Это логика неверующего человека, да? То есть, чтобы тебя не пилило с утра и до ночи, лучше уже поддаться, чем терпеть вот эту постоянную атаку в свою сторону. Но это, конечно, неправда. То есть, я не поддерживаю его изречение. Но хочу показать, что обычно человек имеет очень много проблем с тем, что его со всех сторон начинает бомбить какой-то информацией. Все ему что-то предлагает. Все старается пленить твое внимание до тех пор, пока оно, усвояясь внутри тебя, изменяет твое мышление. И ты сколько бы ни убегал, вот как уже, мне кажется, говорилось об этом, что голые девушки почему-то продают и бетон, и где-то услуги на автомойке, и чипсы, и Кока-Колу, и все остальное. То есть, как-то оно так вот продается. И очень много таких вещей, которые маркетологи не продумывают до самых мелочей в плане повторения, потому что они знают, как это влияет на наш рассудок, на наше желание что-то приобретать и с чем-то иметь дело в жизни. Например, умный седовласый маркетолог всегда предложит вам, даже если у вас мало места в, например, площадь, где вы продаете свою продукцию, он попросит вместо того, чтобы много продукции разного типа, много позиций представить перед человеком, лучше показать 2 или 3, но там будут сотни копий. Например, вот вы заходите в гипермаркет, и не потому там много стирального порошка однотипного, потому что гипермаркет большой, и надо много выкласть вот этого порошка. Не потому, а потому что смотря на картинку, ваш мозг, он так работает, или один раз по одному разу ему 100 раз нужно показать, или один раз посмотреть на 100 копий, эффект будет один и тот же. И вот сатана, он, зная мышление, исследуя мышление человека, старается его жизнь наполнить постоянными повторениями, повторениями и повторениями. И вообще-то это грамотно, потому что каждый учитель, он желает, чтобы материал повторялся. Как вы думаете, Бог, он нацелен на повторение в нашей жизни? Он верит в такой метод. Он, бывает, что он приходит к человеку в ту же точку, с которой начинал, говорит одни и те же вещи, помещает его в какие-то такие же обстоятельства, сводит с теми же людьми для того, чтобы добиться эффекта. Вот даже прошлая проповедь, хотя она была очень сложная в плане структуры, мне понравилась, одна девушка написала в своем канале такой короткий конспект и поделилась с другими людьми. И это вселило у меня надежду, что кто-то все-таки поймал вот эту главную идею. Меня это даже воодушевило очень сильно. Но я предлагал, если вы помните, во время пробования просматривать еще раз, и еще раз, и еще раз. И я верю, что это тоже Божий метод для того, чтобы подвести человека к решению, увидеть всю картинку и подвести к решению. Сегодня мы прочтем одну историю из Библии, один сюжет, который показывает, как Иисус пришел со своим учеником в ту же точку отправную, с которой все начиналось, вся его жизнь с Иисусом. И как он повторял и повторял одни и те же вопросы, пока не добился результата в его душе. И что это были за вопросы? Давайте прочтем. Итак, Евангелие от Иоанна, 21 глава, 4 Евангелие. Пожалуйста, ищите со мной, открывайте свои Библии, не дайте возможности какой-то суете или просто вот сидению, смотрению в одну точку, украсть от вас эти размышления. Откройте, пожалуйста, Иоанна, 21 глава, и мы будем читать с 3 стиха. Симон Петр сказал им, то есть ученикам, если мы будем читать в контексте, то это после распятия Иисуса, после воскресения Иисуса. То есть ученики прошли через испытания, испытания на верность, испытания на страх, испытания на все, на то, что можно было испытать их. И под конец всей истории евангельской, и вообще мне нравится, что это, по сути дела, это последняя глава Библии, вдумайтесь. По хронологии Иоанн писал свои книги последним из всех людей, книги которых вошли вообще в канон. И первую он написал, книгу Откровения, потом он написал послание одной, другое и третье послание к церквям, а потом уже Евангелие от Иоанна. И мы с вами читаем 21, то есть последнюю главу Евангелия от Иоанна, это самые последние слова во всей Библии. Смотрите, что на конец жизни, к чему приходят Петр и другие ученики. Они говорят так, Симон Петр говорит, я пойду ловить рыбу. И мы идем с тобой, сказали остальные. Как вам кажется, что эта фраза может значить для Петра и для других людей? Они были кем по профессии? Чем зарабатывали на жизнь? Рыбаками. Ну и нас, конечно, не удивляет, что рыбаки, они идут ловить рыбу, наверное, просто тяжелое утро или просто не было чего покушать. Они решили, пойду ловить рыбу. Ну и классно, ну и хорошо. Многие из нас хотели бы сказать тоже эту фразу, и она бы не звучала так прискорбно, как в случае с Петром и другими учениками. Но почему? Почему его фраза, иду ловить рыбу, отличается от того, что если бы я сказал вот эту фразу? Совершенно верно. Они сдались. Они сдались. Они опустили руки. То есть в конце всего, что было пережито с Иисусом, когда Иисус однажды пришел в ту же точку в его жизни, и он сказал, «Оставь ныне, иди за мной, и я сделаю тебя ловцом человеков или людей. Ты будешь отныне не рыбу ловить, ты будешь кого ловить, приводить в Царство Небесное? Людей! Ты уже не будешь заниматься тем, чем ты привык заниматься, потому что я буду делать из тебя что-то вообще совершенно новое. Но в конце своих отношений Петр говорит, «Слишком много всего. Иду-ка я назад. То есть идем туда, с чего мы начинали». Было ли у вас такое в жизни, друзья? Что-то вы с Богом переживаете. Развиваются отношения. Вы идете, идете, идете вперед, прогрессируете, а потом в один момент открываете, что вы в той же точке, с которой начинали вообще вашу жизнь с Бога. У меня так было, друзья, в 2010 году. Это был самый переломный год в моей жизни, уже такой более зрелой жизни. Мне было 18 лет. И на тот момент времени у меня было очень много зависимостей, всяких разных, которые меня отдаляли от Бога. Меня отправили на школу евангелизма. Я был далеко от дома, и Бог сделал для меня чудо. В принципе, так, как Лиза вот говорила, что в один момент, вот так по щелчку, Бог забрал много зависимостей. Я чувствовал себя, как будто бы я, я как птица, которая парит в облаках. Я чувствовал, что Бог слышит мою каждую молитву, что я слышу Бога, что Бог отвечает. Так много интересных вещей произошло за то время. Человек, за которого мы молились, он пережил сложную операцию, и после этого он выжил, друзья. У него были очень другие люди, у которых был кризис в жизни, семейный кризис в жизни. Они просто, семья сохранилась. Другие люди, которые раньше там употребляли разные вещества и так дальше, пошли на служение Богу. Люди, которые пришли в церковь за тот период, мы молились там. Был один человек такой скромняга вообще. Он настолько боялся идти на миссионерскую работу, у него руки трусились. Когда он подошел к двери, он прижимал свои руки с опросником до стены, чтобы так вот не трусилось вот этот опросник. Человек, которому он проповедовал, через пару месяцев после того, как принял крещение, начал преподавать библейские уроки 15 другим людям. Я смотрел на мою жизнь и я говорил, Боже, разве может быть что-то еще круче? Может ли быть что-то лучше того, что я наблюдаю сейчас? Мне казалось, что вот вся моя жизнь, она будет как взлетная полоса, а потом дальше вверх, 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 вверх. Где-то через 10 лет я, наверное, уже буду на небесах с Богом, знаете, вот, держу арфу. Брынь, брынь, брынь. Я такой довольный, знаете. Сижу там, прославляю Бога, пою свои аллилуйи и так дальше. Но прошло время. И я смотрю, а какие-то проблемы начинают возвращаться в мою жизнь. То, что мне казалось уже закрытым вопросом, опять стоит и стучит в двери моего сознания. И я спрашиваю себя, да что происходит? Куда подевался Бог, который дает нам свою любовь? Если Бог дает мне свободу, почему опять я не свободен в каких-то вопросах? Я начал понимать, что все не могло свестись в моей жизни только к тому, что делает Бог. Что-то должен был сделать я. Итак, Иисус пришел в тот момент, мы сейчас прочитаем это с 4 стиха, когда Петр пришел в ту же точку, когда он был полностью разбит, руки опущены, на рассвете Иисус уже стоял на берегу. Мне нравится перевод Кулакова, он говорит, что как бы тотчас, вот ты видишь только нужду человека, а Господь уже там. То есть, Он опережает, Он какой классный Бог у нас. Слава Богу, слава Богу. Пожалуйста, повернитесь к тому человеку, с которым вы сидите, и скажите ему, Бог сильно любит нас, и Он хочет, чтобы мы с вами менялись. Пожалуйста, скажите, давайте 30 секунд на это потратим. Скажите друг другу, Бог тебя очень сильно любит, и Он хочет, чтобы ты менялся. Отлично. А почему вы улыбаетесь? Почему вам не кажется, что это жесткая критика, что Бог хочет, чтобы вы менялись? На той проповеди, я смотрю, ну, все слушают, такие, о, огонь сошел, такие все напуганные. Сейчас, да, сейчас у нас чуть больше понимания, давайте мы будем дальше размышлять. Итак, Господь смотрел на Петра, и Он любил его или не любил таким, как Он есть? Любил. Принимал Он его таким, как Он есть? Принимал. А хотел Он, чтобы он поменялся или нет? Конечно, хотел. Поэтому Он пришел. Но ученики не узнали его. И вот интересно, вот это само слово «узнать», если мы возьмем этимологию, то есть происхождение слова, то корень слова «знать». Ты не можешь узнать кого-то, кого ты не знал раньше. Я не могу, о, я не узнал тебя, слушайте, ну, первый раз я же вижу. Извините, напомните мне свое имя, когда ты даже и не спрашивал, как звали человека. То есть, такого не может быть. Иисус пришел к ним, и Он желал, чтобы они Его узнали, то есть посмотрели, распознали опять, но они не могли. Это очень связано с тем состоянием, в котором они пребывали, потому что они, вы понимаете, они не познавали Бога дальше, они начали свой путь сначала. «Друзья, поймали вы хотя бы что-нибудь на завтрак?» – спросил их Иисус. «Ничего», – ответили они. «А вы закиньте сеть справа от лодки», – сказал им. «И поймаете». «Похоже на что-то?» «Забросили они сеть, и не могли вытащить ее. Так много оказалось в ней рыбы. Тогда ученик, которого особенно любил Иисус, мы знаем, это Иоанн, сказал Петру, «Это Господь». Услышав, что это Господь, Симон Петр тут же набросил на себя верхнюю одежду, он был раздет, завязал ее и прыгнул в воду. Другие же ученики, таща сеть полной рыбы, приплыли на лодке. Они были недалеко от берега, около двухсот локтей, то есть где-то сто метров. Вообще этот жест Петра очень интересный. Многие люди, читая вот этот стих, им кажется, что Петр просто, ему было неудобно, что он был наг, и он боялся, что Иисус увидит его, он бросился в воду. Но мы читаем совершенно о чем-то другом, потому что написано, «Он оделся, и уже будучи одет, бросился в воду плыть». И для меня это очень интересный момент, потому что лодка с этой рыбой не могла так быстро подобраться к берегу, а Петр хотел где быть? Уже там. То есть Иисус ждал его там, а он чувствовал внутреннюю нужду быть где? Ближе к Иисусу. А почему Петр чувствует свою нужду быть ближе к Иисусу больше, чем другие люди, которые находятся в лодке? Что произошло недавно? Предательство Петра, вот именно. Предательство Петра. То есть он и Иуда пережили что-то, что не пережил ни один из учеников. У них все в жизни было более-менее нормально. Да, если они даже исчезли в самый нужный для Иисуса момент, когда он рассчитывал на них, то они хотя бы не отрекались от Бога. Но Петр, будучи движим с самоуверенностью, наделал много ошибок. Что ж такое происходит в Петре, что вместо того, чтобы бежать от Иисуса, наверное, ему надо было выпрыгнуть из лодки и куда плыть? В направлении Турции где-то, да? Чем подальше? Прятаться от Бога. Как делал Адам, когда он почувствовал, что он согрешил? Он убежал от Бога. Он услышал шаги и убежал. А здесь, когда он слышит, так это же Господь. Что делает Петр? Он бежит ему навстречу. Это классно, потому что сейчас оно нам прорисовывает картинку. Получается, мы с вами все проходим через что-то, как Петр. Через определенные отречения от Христа. И мне кажется, что наше отречение, оно вообще несоразмерно с тем, что пережил Петр. Потому что нас сегодня никто не преследует, нашу жизнь никто не хочет забрать. Если бы Петр в тот момент признался, что он был с учителем из Галилеи, что он действительно последователь Иисуса, он мог бы тоже поплатиться своей жизнью. Но мы, друзья, очень часто отрекаемся от Христа чем? Какой-то пассивностью, молчанием, желанием послужить своим идолом. Я-то сейчас себе говорю. Я не укоряю церковь, я просто вот сейчас я размышляю тоже над своей жизнью. Я понимаю, что если бы мне, который анализирует себя, четко посмотреть на реальное состояние моей духовной жизни, наверное, мне бы не было приятно. Это очень классно и приятно, когда все могут как-то восхвалять тебя, поддерживать, помогать, говорить, что ты такой классный, молодец. Но где-то внутри каждый человек чувствует, он знает вот ту границу, которой мы переступаем сознательно, когда мы отворачиваемся от Бога. И вот когда ты чувствуешь, что ты ушел от Бога, что происходит в этот момент? Ты идешь к Богу? Ты спешишь к Нему навстречу, как это делает Петр? Или ты прячешься от Бога? Есть любовь Божия, и нас ждет, но грешник должен идти на любовь. Он должен брать. Какой смысл будет, если я сегодня буду раздавать вам самые дорогие подарки, но вы не подойдете ко мне для того, чтобы их взять? Вы думаете, я буду бегать и насильно рассовывать подарки по вашим рукам или по карманам, расталкивать их? Мне кажется, что только тот человек, который чувствует нужду, который реально убежден в том, что он может что-то маленькое, но со своей стороны сделать, то есть хотя бы проявить инициативу, то этот человек может идти дальше в жизнь измененным. «Выйдя на берег», это девятый текст, «Увидели они разложенные горящие угли и рыбу, лежавшую на них. Был там и хлеб». Классная картина того, что Бог всегда инициатор спасения, и Бог всегда всем обеспечивает грешника. То есть даже когда ты спешишь к Богу, это не значит, что ты такой классный молодец, пришел, потому что мы сейчас перейдем к этому. Любовь Божья в нас, это не в том, что мы полюбили Его, позже Иоанн пишет, а в том, что Он возлюбил нас. Это не мы такие красавцы, но написано, что Он уже все готовое там разложил. Иисус говорит, принесите и той рыбы, что вы сейчас поймали. Симон Петр пошел к лодке, вытащил сеть на берег. То есть мы видим Его первым вообще во всем. Он первый добрался до берега, первый все разложил. И двенадцатый текст. Сказал Иисус ученикам, подходите, ешьте. Ученики знали, что это Господь, и ни один из них не осмелится спросить Его, кто ты? Иисус подошел, взял хлеб и раздал Его имя, так же рыбу. Это уже третий раз по воскресению Своем из мертвых явился Иисус ученикам. Наверное, вот эта фраза, она вводная, да? Сколько раз уже Он являлся ученикам? Три. А зачем три раза Он явился ученикам? Доброе утро, дорогие заседатели. Вы понимаете? Для чего Иисус опять и опять приходит в жизнь учеников после Своей смерти? Но раза не хватило бы, чтобы они поверили, вот Он воскрес, вот увидели Иисуса, вот Он вознесся, все. Если мы будем читать другие Евангелии, то написано, что на протяжении сорока дней Иисус продолжал являться им. То есть не просто три раза, друзья, в сорок дней каждый день Иисус приходил и разговаривал с ними. Но здесь специально Иоанн пишет о трех разах, потому что ему очень запомнилось, что именно на третий раз Он подходит к Петру и спрашивает его три раза одну и ту же вещь. Когда они поели, интересный момент, когда, то есть, все улеглось, все-все поняли, все-все прошли, знаете, когда сидели, вот это момент молчания. Иисус спросил Симона Петра, «Симон, сын Иоанна, любишь ты меня больше, чем они?» «Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя», ответил тот. «Тогда заботься о ягнятах моих», сказал ему Иисус. «И снова во второй раз спросил он Петра». То есть, представляете себе, никаких ни комментариев, ни вступлений, ни там вообще. Он такой говорит, «Хорошо, хорошо, паси ягнят моих». Потом он говорит, «Шимьон бен Йоханан». Говорит, «Симон, сын Иоанна, ты любишь меня?» Он говорит, «Да, Господи, Ты знаешь, я люблю Тебя». Тогда в треть, и Иисус говорит, «Паси овец моих, паси овец моих». Тогда в третий раз ему говорит, «Симон, сын Иоанна, а ты любишь меня?» Реакция Петра очень четко прописана Иоанна. Петр был сильно огорчен. Сильно огорчен тем, что Иисус в третий раз спросил его, «Любишь ли ты меня?» И он ответил ему, «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя?» «Заботься об овцах моих», сказал ему Иисус. «И поверь мне, пока ты был молод, ты сам опоясывался и шел, куда хотел. А будешь стар, прострешь руки свои, и другой опояшь тебя, и поведет, куда ты не захочешь идти». Я проскакиваю полтекста 19-го, и потом говорит Иисус Петру, «Пойдем со мной». Смотрите, для того, чтобы опять позвать Петра на апостольское служение, для того, чтобы опять его слова и это призвание имело силу, нужно было трижды задать вопрос, «Любишь ли ты меня?» И вот это самый главный вопрос, который я бы хотел, чтобы мы сегодня задали себе. Да, Бог продолжает любить нас, но в чем проявляется любовь моя к Богу? Как мне знать, что я люблю Бога? Вы задавали себе этот вопрос? Как мне знать, что я люблю Бога? Это должно что-то согревать меня внутри. Каждый раз, когда я просыпаюсь, я должен чувствовать какие-то, не знаю, что-то возвышенное наполняет меня. Я такой, «Боже, спасибо за то, что ты есть!» Вот первое, что есть в моих мыслях, это то, что я люблю тебя. Или, может быть, это просто идти и делать много добрых дел. Это будет говорить о том, что мы любим Бога. Так как проверить, любим ли мы Бога? Как Петр доказывал Иисусу, что он любит Его? Когда Иисус его спрашивал, он говорит, «Петр, ты меня любишь?» Я тебя люблю, а ты меня любишь? Как Петру нужно было доказать свою любовь? Давайте, давайте вместе двигаться. Я знаю, что я могу сейчас все сказать, и вы такие, «Ага, ну хорошо, спасибо, пастор, мы потом поразмышляем над этим». Ну, давайте сейчас, давайте сейчас вместе размышлять. Как человек может знать, что он любит Бога? Нужно было пойти, когда он позвал, то есть проявить послушание. Хорошо, а может человек пойти за Христом, если он не любит Его? Может или не может? Вы помните, вот эти слова, наверное, они вводят нас в конфуз, что Павел говорит, «Если я все имение свое отдам», помните? То есть он реферирует к чему? К какой истории нас относит? Что он хотел, чтобы мы вспомнили из Евангелия? Когда он с богатым парнем говорил, да, и он говорит, «Оставь то, что у тебя есть, и пойди за мной». И написано сразу в Евангелии от Марка, что и полюбил Иисус этого парня, он очень полюбился ему, но парень не полюбил Иисуса. Почему? Потому что любил, что больше? Больше был привязан к богатству. Говорит, «Даже если бы я сделал то, что не сделал этот парень, говорит Павел, но любви не имею, то я ничто». Тогда что такое любовь? И дальше он объясняет, друзья, вот и ключ ко всему. Он говорит, «Любовь не ищет своего, не вылычается, как это? Doesn't boast. Не превозносится, да? Негорделиво, не обижает. Что это такое? Это состояние привязанности. Написано, «Любовь никогда не перестает». Это привязанность. О привязанности много говорить не нужно. Если вы видели когда-то людей, которые вообще, ты не можешь объяснить конкретно причину их привязанности друг к другу. Иногда все обстоятельства против того, чтобы между ними что-то было. Но люди привязаны, они верны, они то, что называется, вот привязанность, мне кажется, лучшее слово для этого в украинском языке, это «невирность», а «видность». привязанность. Это когда, если, например, кто-то отсутствует, ты чувствуешь, что тебя седает внутри, и ты желаешь, чтобы побыстрее ты мог с ним встретиться. Если он что-то говорит, ты радуешься, слушая, как он говорит. Если кто-то делает комплимент его сторону, что ты чувствуешь в этот момент? Ты говоришь, давайте сейчас поаплодируем все вместе. Почему? Потому что тебе нравится. Если кто-то нападает на объект твоей любви, что ты чувствуешь внутри? Желание защитить. Петр был очень непоследовательным человеком. Петр был очень реактивным. Он действовал как холерик. В чем-то это был его плюс, в чем-то был минус. Но он не мог быть верным Богу до конца. Но когда Иисус посмотрел на него и спрашивал о его любви, он не спрашивал, обещаешь ли ты мне, что до конца своей жизни ты больше не согрешишь. Он такого не говорил. Он не говорил, пожалуйста, докажи мне, что внутри у тебя есть, как бы ты жалеешь о том, что ты сказал, трижды отрекся от меня. Иисус этого тоже не сказал. Он сказал, есть ли в тебе привязанность ко мне? Он не спросил, будешь ли ты верно отдавать десятину. Он не спросил, будешь ли ты каждую субботу приходить в церковь. Хотя, друзья, это нужно. Почему это нужно? Потому что это как-то проявляет нашу привязанность к Богу. Но самое главное, что нас толкает на произведение вот этих дел, это повторяющиеся, постоянные состояния, желание быть с Богом. Иногда это желание уходит от нас, друзья. Но Господь эту битву ведет. Вы можете не понимать Бога до конца. Вы можете тысячу раз ошибаться. Но внутри нас должно быть одно и то же желание постоянно проверять себе, есть ли у меня привязанность к Богу. И так я буду знать, что я люблю Бога. Иоанн потом расписывает больше эту тему. Он говорит, что если мы привязаны к Богу, если мы чувствуем желание постоянно быть с Ним, то говорит, в этом мире мы будем поступать, как Он поступает. Говорит, если мы желаем, если мы говорим, что мы любим Его, а заповеди Его не исполняем, то мы лжецы. Если мы говорим, что мы растем в Боге, что мы любим Его, но мы не продвигаемся в нашей вере, то мы лжем. Почему? Потому что человек, который привязан, он будет, знаете, как вот дети гуськом ходят постоянно за родителями. Они всегда там, где ты. И ты уже, может быть, я вот, когда готовлюсь к проповеди, я всегда стараюсь побоить наедине, я закрываю двери, и наш Сашка маленький, он постоянно бьет в эти двери и плачет, и он требует, чтобы я открыл двери. Пусть он даже просто рядом побудет, для него это уже легче, потому что он привязан ко мне. тоже и с нами, друзья. Иисус говорит, где я там, и раб мой будет. То, что делаю я, вы будете делать и больше всего сделаете. О чем это говорит? Постоянный, постоянный прогресс. Почему этот прогресс? Потому что, опять же таки, я пообещал себе, что с понедельника я буду хорошим парнем. Нет, потому что я привязан к Иисусу. Внутри меня автоматически возникают желания, которые противопоставляются моим внутренним желаниям следовать своим идолам, потому что я привязан к Иисусу. Я понимаю, что я не могу всю жизнь раздираться между Иисусом и тем, чему я привык служить. Вот о чем мы должны спрашивать себя каждый день. Любишь ли ты меня? Представляете себе, если бы каждый день нашей жизни при встрече с Иисусом Он задавал бы нам эти вопросы? Но не три раза, а сколько нам нужно было бы? Любишь ли ты меня? Господь, ты знаешь все. Ты знаешь, люблю ли я тебя? Такой был бы мой ответ. Я хочу, наконец, рассказать историю о привязанности к Богу. Те люди, которые близко общались со мной, наверное, уже знают эту историю. Я очень сильно люблю ее рассказывать, но я уверен, что большинство из нас не знает. Есть такой пастор на Буковине. Я не буду специально называть его имя, но он вообще просто перевернул мою жизнь. Он уже старенький пастор, у него очень много опыта за плечами, и многие его не понимают. Каждый раз, когда приходит пасторская как бы встреча, такая деловая встреча, когда мы там планируем, решаем там по стратегии, делаем отчеты, финансовые вещи, там все мы решаем, то он приходит для того, чтобы просто найти хотя бы пару людей и увезти их в молитвенную комнату. Видели бы вы, как он это делает просто? Он подходит. Он никогда не говорит, ну что, браты, пришлы, молытыся. Он никогда так не делает. Никогда. Это свидетельствует тоже о его жизни с Богом. Он приходит, однажды ко мне подходит и говорит, Вася, Каша, а давай мы с тобой выпьем вот этой небесной росы. Я говорю, о чем вы? Он говорит, у меня есть что-то для тебя. Я говорю, и что? Он говорит, приди, посмотришь. Я такой, куда? В двадцатый наверх поднимись через полчаса. Я такой, хорошо. Думаю, что за небесная роса? Думаю, о чем он? Испит небесные росы. Думаю, ладно. Я перехожу туда. В комнате нет никого. Он просто сидит и перед ним открытый блокнот. Он говорит, сойди, пожалуйста. Закрывает двери. Я уже такой насторожился. Закрывает двери и говорит, у меня есть что-то сказать тебе от Бога. Возьми, прочитай. И я читаю, друзья, а он говорит, а там как раз о привязанности к Богу написано, что и ты будешь искать Бога всем сердцем твоим и душою твоей, всеми силами твоими. И потом он Иосиф искал Бога всеми силами своими и служил. То есть он показывал, подобрал тексты, где написано, что он прилеплялся к Богу своему. И потом он спрашивает меня, говорит, ты прочитал? Я говорю, да. Так он еще так говорит, вот небесная роса, послушай. А ты знаешь, как прилепляться к Богу? Я говорю, нет. Он говорит, ну прилепляться, это как написано, что Адам и Ева, они прилепятся по этому человеку к жене своей, и они будут одной плотью. Это написано, что мы должны прилепляться к Богу. Я говорю, и как это? Он говорит, вот самое интересное, я тоже спрашиваю себя, как это? И говорит, однажды я молился и плакал у себя дома, и я чувствовал, что я не люблю Бога так, как должен любить. Если бы Он задал мне вот этих три вопроса, любишь ли ты меня, я бы не знал, что я могу ответить Ему, и поэтому я сказал, Господи, пожалуйста, открой мне, что значит прилепиться к Тебе? Он говорит, я с этими мыслями уснул и приснился мне сон. Сижу я, и вокруг меня в комнате какие-то парни тоже, вот по возрасту, поэтому приблизительно одного возраста они общаются между собой и говорят, я начинаю понимать вдруг осознавать, что они это ученики Иисуса. В их речи, в том, что они рассказывают, я понимаю, что они ждут Иисуса, и вот Он сейчас должен прийти и говорит, и я один из них. И они так смотрят друг на друга и говорят, вот сейчас сюда придет Господь. Друзья, представляете себе, если вам бы такой сон приснился? Он говорит, вот сейчас сюда придет Господь. Он говорит, я смотрю, а двери открываются. И заходит Он, он говорит, я смотрю, а там Иисус в дверях. Я говорю, вы что, серьезно помните, как Он выглядел? Он говорит, сложно вспомнить. но я помню тот момент, когда Он зашел в эту комнату, как все замерло на момент. Я почувствовал, говорит, такую привязанность к Богу. Я подошел, говорит, и взрослый человек, я почему-то захотел вот так стоя приложить свою голову к Его груди. говорит, я приложил свою голову к Его груди и спросил Его, Иисус, что такое прилепляться к Тебе? Он говорит, и Он рассказал мне. Я говорю, и что Он рассказал вам? Он говорит, я проснулся и понял, что я забыл. Я говорю, вы убили меня. Что ж вы делаете со мной? Он говорит, но я начал искать эту тему по всей Библии, и я понял, что желание быть с Ним, это и есть то, что это прилепление к Богу. Это когда ты каждый день хочешь положить свою голову на грудь Иисуса, просто быть с Ним. Ты можешь быть тысячу раз неправ, но если у тебя есть стремление быть ближе к Богу, ты будешь меняться. Ты будешь меняться. Ты не сможешь остановиться где-то в своем росте. Я вышел оттуда, от Него, я понял, что такое пить небесную росу. Вот и сегодня вы будете тоже знать, как это делать. Приходите в молитвенную комнату, друзья, закрывайте дверь за собой и говорите, Боже, я не люблю Тебя, как должен любить. Я никогда не чувствовал той привязанности к Тебе, как на самом деле это должно было бы быть в моей жизни. Но, пожалуйста, дай мне осознать то, как Ты меня любишь, чтобы я не хотел, не желал отойти даже не на шаг от Тебя. Когда ты понимаешь, что в твоей жизни происходят такие вещи, никакой пастор за тобой не бегает и не объясняет тебе, когда нужно приходить на служение, как нужно от сердца делать это служение, как нужно одеваться, что нужно смотреть, что нужно слушать и так дальше, никто не будет нас учить, друзья, потому что Дух, который внутри нас, Он будет учить. Если сегодня вы чувствуете, что ваша любовь к Богу желает лучшего, что ваша любовь к Богу, это вы разочарованы, когда смотрите на нее. Друзья, это только по той причине, что мы мало размышляем о любви Бога, Бога к нам. Сейчас, когда музыканты выходят сюда для того, чтобы мы могли прославлять Бога, мы будем с вами размышлять, как бы я ответил, могу ли я сегодня уединяться для того, чтобы просить у Бога небесной росы. Есть ли у вас желание любить Бога? Помните, друзья, что если Бог вас любит, но у вас нет желания любить Его, через 5-10 лет вы начнете свою жизнь у того же разбитого корыта. Так же, как и я, вы посмотрите, что те же грехи стучат в ваши двери, и жизнь проходит мимо. Не дайте себе уйти без желания любить Бога. Субтитры создавал DimaTorzok